друзья всем привет сегодня я вам расскажу то о чем другие не расскажут 7 трендов в планировочных решениях это тренды на 2025 год но этим годом не ограничиться эти тренды будут только набирать обороты двигаться вперед поэтому друзья смотрим если вы строите дома обязательно смотрите если вы покупаете дом квартиру то это видео точно для вас поехали смотреть смотрим до самого конца подписываемся на канал ставим лайк ну а теперь я назову 7 ключевых трендов в планировочных решениях я думаю для тех кто строит дома для тех кто инвестирует в квартиры это будет очень полезно ну и и просто людям которые выбирают квартиру смотрят планировки для вас это тоже безусловно будет полезно итак первый тренд это максимальная функциональность при меньшей площади оно и понятно сейчас квартиры уменьшаются в размерах вследствие того что все стоит очень дорого и люди конечно пытаются влезть более маленькие квадратные метров и отсюда большая функциональность то есть совмещение функций то есть перетекание одного пространства в другое использование одной комнаты с разным функционалом и здесь конечно же нужно подумать очень тщательно над планировкой особенно в маленьких пространствах маленьких квартирах тренд на приватность например это конечно же мастер спальня но не те смешные мастер спальня которые вы делаете уважаемые застройщики вот с такусенькими гардеробными с нормальной гардеробной или с возможностью поставить нормального размера шкаф чтобы и мужчина и женщина влезли со своей одеждой в эти шкафы или в эту гардеробную а также в мастер спальне должна быть душевая или ванна и все это за одной дверью приватность это когда есть место для работы например где можно уединиться и поработать приватность это когда спальня родителей в одной стороне квартиры а детская в другой чтобы между ними был какой-то буфер ну например это кухня-гостиная и слышал следующий тренд это естественное освещение солнечный свет это самая большая драгоценность в наших интерьерах все больше ничего нет обои вы можете переклеить мебель поменять а вот солнечный свет взять неоткуда а это витамин d между прочим поэтому окна должны быть везде по максимуму и в ванных комнатах в том числе расстановка мебели должна быть соответствующей например кухонный гарнитур лучше всего оставить к окну как можно ближе они так как делают некоторые вот эти вот комнаты в вагоны когда кухня в самом дальнем темном углу но вы меня простите конечно но на кухне мы проводим очень много времени готовим а она хуже всего освещено она должна быть лучше всего освещено чтобы было готовить приятно и не чувствовать себя находящимся в кладовке или под лестницей как гарри поттер следующий тренд тренд на зоны релаксации что это такое это такие места где мы можем в рамках квартиры или дома порелаксировать например это может быть кресло в окружении каких-то кустов куда мы садимся как в гнездышко и читаем вот мы тут сидим и релаксируем она может быть на балконе она может быть спальне это может быть выгораженное место в кухне гостиной это может быть отдельная комната это может быть ванна в которой мы лежим отдыхаем смотрим в окно окно опять окно солнечный свет вот тогда мы релаксируем действительно но это совсем другой уровень и качество жизни и вот такой есть запрос а все больше и больше и это будет тренд поэтому кто ловит в строительстве вот этот тренд тот и будет на коне так сказать из этого вытекает следующий тренд тренд на выделение хозяйственных зон то есть грубо говоря это кладовые и постирочные а также места для хранения уборочного инвентаря но согласитесь невозможно релаксировать ванной и смотреть на стиральную машину с корзиной с грязным бельем где торчат грязные носки трусы и и майки так ведь то есть ты уже как бы не релаксируешь а думаешь о том как бы это быстрее все постирать понимаете поэтому такие места в квартирах должны появляться должны появляться места куда мы можем убрать пылесосы швабры чтобы это все не раздражало нас в процессе жизни и обо всем об этом вы можете рассказывать своим покупателям дорогие друзья дорогие продавцы недвижимости и это людям нужно этот будет тренд следующий тренд тот кто его воплотит тот вообще будет красавчик это победа прямо тренд на индивидуальные места для инженерных зон вы знаете я постоянно сталкиваюсь с проблемами когда реализую проекты в квартирах что имеется ввиду все хотят поставить кондиционеры ну хорошо не все но большинство 80 процентов людей хотят кондиционеры и столько же хотят приточно вытяжной вентиляцию просто чтобы вентиляция была дома потому что на улице шумно с улицы идет грязь пыль и так далее а вентиляция позволяет закрыть окна и запустить свежий воздух домой поэтому хотят ставить вентиляцию но такой возможности нет и приходится на балконах размещать это оборудование а если балкона нет я знаю такую историю когда в одном жека бизнес-класса внутри квартиры стенкой отгородили пространство внутри которого установили приточно вытяжную вентиляцию ну это же просто бред какой-то понимаете вы представляете какие слова произносили заказчики в адрес застройщика это надо было слышать просто понимаете но вы же не хотите чтобы ваш адрес такие эпитеты летели правильно ведь этот недовольный клиент про этой рассказывает всем он отговаривает всех от того чтобы покупали у вас квартиру понимаете так вот тренд на индивидуальные инженерные зоны такое как вентиляционное оборудование такое как кондиционирование такое как увлажнение это тоже очень много места занимает а вы друзья покупатели квартир простые так сказать граждане и пользователи обращайте на это внимание когда покупаете квартиру задавайте вопрос а куда я кондиционер установлю внешний блок имеется ввиду а куда и вентиляционное оборудование поставлю а как это будет происходить сколько это место займет и у вам откроется много интересных деталей по поводу того или иного жилого комплекса вот просто имейте ввиду следующий тренд тренд на перераспределение полезной площади в пользу общественных зон то есть что имеется ввиду люди хотят семьей побыть вместе а для этого нужна комната побольше но не может быть кухня-гостиная размером 16 квадратных метров кухня-гостиная то что это кухонный гарнитур это стол и это диван с телевизором вот стандартный набор согласны а это требует определенную площадь лично я считаю что под кухню-гостиную нужно не менее 30 квадратных метров конечно вы меня сейчас закидаете помидорами откуда столько взять да люди столько не платят возможно но вы не ответьте на вопрос а как эти три зоны впихнуть 16 квадратных метров может быть лучше подумать о том чтобы сделать спальне поменьше а кухню-гостиную побольше вот этот тренд и такой запрос есть от людей и так на этом последнем слайде мы резюмируем все тренды их семь штук и они будут набирать обороты поэтому пользуйтесь внедряйте но если вы ищете жилье квартиру или дом то обращайте на это внимание если эти тренды присутствуют в той квартире или доме который вы планируете покупать знайте эта квартира в цене падать не будет на этом все дорогие друзья если вам понравилось видео поставьте лайк напишите свое мнение по поводу моего доклада мне это будет очень интересно полезно и лестно на этом все всем пока да прибудет с вами муза